Привет! Ты на канале о бизнесе! Сегодня в видео речь пойдёт о бизнес-идеях на дому и о том, как с минимальными вложениями начать зарабатывать из дома, полностью себя обеспечивая. Каждая из приведённых идей действительно рабочая, и запустить бизнес сможет фактически каждый. Так что усаживайся поудобнее и смотри видео до конца, чтобы наверняка не упустить прибыльные идеи предпринимательства. И первая из идей бизнеса на дому – это разведение попугаев. Начать бизнес на разведении попугаев возможно как в квартире, так и в частном доме. Речь идёт о волнистых попугаях, которые весьма неприхотливы в содержании и достаточно плодовиты, чтобы давать внушительное потомство, продав которое можно заработать в год примерно 50-60 тысяч рублей. Если разводить попугаев с целью полноценного заработка, то стоит завести около 4 пар, так как одна пара в год приносит примерно 15 птенцов. В итоге средний доход в год с продажи птенцов будет составлять около 200 тысяч чистыми. Но в данной бизнес-идее важным моментом также является реализация, так как продать 60 птенцов за год пусть и несложно, но требует усилий. Лучше начни развивать тематический инстаграм-профиль, где будешь показывать интересные фото и видео с птенцами. Благодаря этому ты сможешь привлечь целевых покупателей. Также ты можешь зарабатывать на продаже не только птиц, но еще и клеток и корма, и так далее, что может принести твоему бизнесу еще около 100 тысяч ежегодного дохода. Тематические подарочные наборы В домашних условиях можно организовать прибыльный бизнес, основанный на изготовлении подарочных боксов под целевую группу покупателей, среди которой могут быть водители, врачи, учителя и так далее. То есть, каждый бокс будет содержать интересные и достаточно редкие подарки, которые будут полезны или приятны той целевой группе, которой они будут подарены. Чтобы собрать такие наборы, тебе следует искать вещи в интернете, например, на Алиэкспресс, где есть масса тематических товаров. Далее потребуется красиво упаковать все в единый бокс и загрузить фотографии в свой интернет-магазин или профиль в социальной сети. Важно умеючи настроить таргетированную рекламу, чтобы она показывалась тем клиентам, которые купят бокс в качестве подарка своему близкому человеку. Начать продажи стоит сразу с масштабов страны, так как подобная услуга достаточно индивидуальна. Если подарочные наборы собраны действительно качественно, а значит и обращения клиентов будут, и останется лишь расширить ассортимент, ориентируясь на разные целевые группы. Интернет-магазин в Инстаграме Такой бизнес можно запустить за относительно небольшую сумму в районе 50 тысяч рублей. И при этом окупить бизнес возможно крайне быстро, если грамотно подойти к вопросу реализации. Итак, начать стоит с того, что определиться с тем, какую продукцию ты планируешь реализовать. А для этого изучи поисковые запросы по твоему городу и пойми, что клиенты хотят купить. Провести анализ можно через специальные сервисы от Яндекса и Гугл. Выяснив, что интересует людей по твоему городу, остается лишь закупить товар. И тут на помощь придет закупка товаров с китайских сайтов, продающих оптом. Благодаря опту ты сможешь реализовать продукцию по своему городу с наценкой от 100%. А за счет того, что спрос проанализирован, и ты можешь предложить выгодную цену, заказы будут поступать. За пример подобных продаж можно взять продажу трендовой продукции, например, беспроводных наушников, которые оптом из Китая стоят действительно дешево. Но реализовав их по своему городу, ты получишь минимум двойную прибыль. А пока не перешли к следующей идее, ты можешь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропускать интересные выпуски. А теперь двигаемся дальше. Расфасовка специй Сейчас такой бизнес может принести тебе высокий доход, а со временем перерасти в полноценный интернет-магазин или точку по продажам в городе. Суть проекта в том, что ты будешь поставщиком между производителем специй и конечным покупателем. Но специй непривычных, которые можно выбрать в любом супермаркете, а действительно редких, которые ты соберешь в наборы. То есть, закупив большую партию специй, например, из Индии, тебе останется лишь создать наборы, в которых будут специи для мяса, рыбы и так далее. Такие наборы при грамотной рекламной кампании возможно продавать с наценкой от 100%, и они будут разлетаться, как горячие пирожки. Продажи, конечно же, следует ориентировать на всю страну, так как отправить приправы по адресу будет несложно, даже через почту России или иную службу доставки по всей стране. В среднем, чтобы запустить такой бизнес-проект, тебе следует вложить в бизнес порядка 70 тысяч на закупку товара и грамотную настройку таргетированной рекламы подключевого покупателя. Партнерские программы Чтобы зарабатывать приличные деньги прямо из дома, необходим лишь интернет и ноутбук, а также какое-либо увлечение. Возьмем, за пример, рыбалку. Суть бизнеса на партнерских программах заключена в том, что тебе необходимо создать свой блог, текстовый или видеоблог, где будет рассказываться информация о рыбалке, включая личный опыт, интересную информацию или обучающий контент. Преимущество проекта в том, что не потребуется какого-то огромного количества человек, чтобы начать зарабатывать, так как на канале о рыбалке будет сконцентрирована целевая группа людей с интересами к рыбной ловле. Теперь тебе будет необходимо лишь рекомендовать своей целевой группе полезные материалы. Например, написав статью про рыбалку на платформе Яндекс.Дзен, ты можешь в конце статьи порекомендовать к приобретению спиннинг, дав реферальную ссылку на его приобретение с того же Алиэкспресс. В итоге, с каждого приобретения этой удочки продавец будет делиться с тобой частью полученной прибыли. Таким образом, можно заработать из дома на любых интересах, вроде ремонта авто, вязания и любого хобби. Печать визиток Для прибыльного бизнеса по созданию визиток потребуется проявить креатив и закупить оборудование, что даст возможность запустить действительно доходное мини-производство на дому. Из стартового оборудования потребуется компьютер и хороший принтер, а также нарежчик. Если не брать в учет персональный компьютер, который есть практически в каждом доме, то потребуется инвестировать на старт проекта около 20 тысяч рублей. Теперь потребуется найти фрилансера-дизайнера, который будет разрабатывать дизайн визитки индивидуально под каждый заказ. Необходимо, чтобы он предоставил резюме с имеющимися работами, что даст возможность предоставить их клиенту твоего бизнеса. Всё, теперь потребуется искать клиентов, и ими могут быть абсолютно все компании в твоём городе. Так как визитки нужны магазинам, компаниям, предлагающим услуги, туристическим фирмам и всем, кто работает с клиентами. Ты можешь как лично вести переговоры с магазинами и фирмами, посещая их, либо же отправлять коммерческие предложения на электронную почту. Мини-террариумы Достаточно интересная бизнес-идея, которая позволит в домашних условиях открыть мини-производство самодельных экосистем. То есть, задачей твоего бизнеса будет создание, например, в банке полноценной растительной системы, которая будет себя самостоятельно обеспечивать, и ей необходим будет лишь солнечный свет. Подобные мини-экосистемы довольно просто создать, следуя инструкциям, которые можно найти в интернете. Так что запустить подобный бизнес может действительно каждый. Преимуществом проекта также можно считать минимальные затраты для запуска бизнеса, так как потребуется приобрести емкостей, а также составляющих самого террариума, которые можно приобрести в садоводческом магазине по минимальным ценам. В среднем на старт потребуется потратить не более 5000 рублей, а далее начать вести тематический профиль в Инстаграме, где ты сможешь найти целевых покупателей по своему городу и области. Такие экосистемы чаще всего покупают в качестве оригинального подарка. Обучающие курсы Продажа обучающих курсов на данный момент набирает большую популярность, и связано это с тем, что мир постепенно меняется, и получение новых навыков позволяет человеку получить новую профессию, или изучить какое-либо хобби. Суть же бизнес-проекта в том, что необходимо лишь определиться с тем, какие курсы следует записывать, и тут всё довольно просто. Нужно создать видеоуроки по тому, в чём ты действительно разбираешься, и что принесёт пользу человеку, купившему твои уроки. Это может быть всё, что угодно, начиная от обучения заработку в интернете, заканчивая секретами быстрого вязания. Всегда найдётся зритель, которому будет интересно какая-либо узконаправленная ниша. Определившись, остаётся лишь записать курс, после чего начать предлагать его к приобретению через свои профили в социальных сетях, или введя тематический YouTube-канал, где будет рассказываться о выбранной тобой нише, и где ты сможешь ссылаться на покупку твоего курса. Приготовление варенья На варенье можно построить прибыльный бизнес, который даст возможность в домашних условиях зарабатывать приличные деньги, продавая варенье через Инстаграм по всей стране. Но тут тебе потребуется подойти креативно к бизнесу, и готовить не обычное варенье из малины, а варенье из редких фруктов, которые на территории СНГ не растут, а если и растут, то лишь в отдельных регионах. Такие фрукты ты сможешь закупать в интернете, после чего готовить варенье и предлагать к приобретению по всей стране, что точно будет пользоваться спросом благодаря уникальности предложения. Также можно продавать полноценные наборы из варенья, где в каждой баночке будет уникальное содержимое, которое в обычном магазине не купишь. Вложения в бизнес-проект будут небольшими, так как тебе не нужно отдельного помещения для бизнеса, и начать его можно на дому, закупив лишь фрукты и банки на сумму от 10 тысяч на первоначальных этапах. А на этом всё. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!